привет меня зовут гунас и сегодня у нас рубрика моделирования мы научимся создавать вот такие брюки со складкой подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны и нажимайте колокольчик для того чтобы получать оповещение о новых выпусках они выходят на канале практически каждые два-три дня для того чтобы смоделировать брюки нам понадобится базовая конструкция брюк классических брюк то есть это простая выкройка брюк по вашим меркам на вашу фигуру нам понадобится передняя половинка и задняя половинка брюк эти выкройки я построила по своей инструкции по конструированию женской одежды в ней дается подробная инструкция построения выкройки не только брюк но и юбок а также платьев и рукава также в ней вы найдете раздел моделирования для заказа пособия напишите мне на почту happy на собачка gmail.com она стоит 250 рублей рассмотрим варианты моделирования такой складки более простым образом но в таком случае посадка в области талии и верхней части бокового среза будет немного отличаться но тем не менее стоит обратить внимание на этот способ и так вам необходимо будет от самой выпуклой точки бедра продолжить линию а вернее продолжить линию бокового среза приложив к ней линейку дальше наверх до уровня талии также продолжим линию среза талии и здесь образуется уголок теперь необходимо посмотреть до какого уровня накрывается складка на картинке это примерно 5-6 сантиметров от середины передней половинки поэтому откладываем эту величину и замеряем отрезок за исключением вытачки далее можем продолжить линию уровня талии и продолжаем мы ее на ту длину которую только что замерили без вытачки следующий шаг нам необходимо сформировать край этой складки посмотрим на картинке складка плавно приходит к самому низу изделия поэтому мы соединяем крайнюю левую точку с точкой низа изделия по боковому срезу простой прямой линии в чем преимущество такого способа можем использовать этот способ при пошиве брюк на резинке по талии поскольку вот в этой области там где у нас находится боковая вытачка возникает излишняя свобода и эту свободу не посадить по фигуре и если мы не закладываем каких-то дополнительных складок или вытачек но если мы хотим иметь деталь цельнокраенную без каких-либо швов соединения этой складки к основной детали то нам придется сложить эту деталь по новому срезу по новой боковой линии и излишнюю свободу предназначенную для боковой вытачки нам поможет убрать резинка по талии а если мы хотим брюки прямо как на картинке которые будут иметь хорошую посадку в области бедер и талии так как сидели бы обычные брюки без складки таком случае нам необходимо будет достроить боковую вытачку просто отзеркалив ее талевую вытачку по передней половинке можем поскольку складка не доходит даже до середины передней половинки поэтому дефекта в посадке в области талии не возникнет если мы не сделаем талевую вытачку по дополнительной детали при первом случае мы могли бы просто загнуть деталь уже при пошиве по новой линии бокового среза и приточать пояс и в таком случае нам необходима была бы резинка по талии но если мы хотим брюки которые будут иметь хорошую посадку то боковую вытачку нам необходимо будет вырезать так мы сможем сложить брюки и боковой срез будет сохранять свою линию а значит а значит и хорошая посадка брюк сохранится а вы смотрите в таком случае здесь нам необходимо будет обработать срезы а значит здесь будет шов в таком случае этот шов лучше продолжить до самого низа изделия и значит эту складку следует отделить от основной детали брюк далее нам необходимо будет скроить ее в двойном экземпляре переднюю половинку брюк и отдельно краем деталь которая предназначена для складки по передней половинке помните правило все детали мы краем вдоль по долевой нити вдоль кромки аналогично мы должны были бы скроить и эту деталь складку по долевой то есть если у брюк направление нити было бы таким то у этой детали детали предназначены для складки направление нити должно быть аналогично для того чтобы когда мы сложим направление нити были одинаковыми но можно скроить эту деталь под небольшим углом для того чтобы сделать складку цельнокрайонной иначе у нас будет слишком много швов по боковому срезу и по середине складки для того чтобы избежать швов здесь по сгибу мы можем скроить эту деталь поменяв направление нити а именно приложив ее край по долевой то есть вдоль кромки вот и все наши брюки готовы обязательно подписывайтесь на канал ну а мы с вами увидимся совсем скоро желаю вам хорошего и успешного дня до встречи пока